Например, какой-нибудь шкаф в библиотеке или где-нибудь, который может десятилетиями не отодвигаться, а где-нибудь там в дикой природе. То есть, получается, можно миллиарды раз, ну, может, не миллиарды, но миллионы раз прожить пауком, пока наконец-то придёт какой-нибудь человек, и если ещё этот человек будет наученный христианами, он скажет, «Нет, паучок, я тебя не убью, я тебя отпущу». Стоп, я не понял. Значит, паучок, в его форму жизни может попасть живое существо? Смотри, на Земле есть крабы, и изначально у нас не было пауков, вот этих, которые сейчас пауки. У нас были некоторые аналоги крабов, только лазающих по суше. Скажем так, сухопутные крабы разных размеров, без паутин. Паутину они не плели. Они не были ядовитыми, но, как бы, и хорошими нельзя сказать, что были. Ну, вот как... Ну, это была живность. Да, наша, земная. И Гоа привёз пауков. Пауки уничтожили наш аналог и заняли его экологическую нишу. Инкарнационно, вернее, как бы, с точки зрения кармическо-инкарнационных процессов, пауки так сконструированы, что если один раз уже живое существо воплотилось в пауке, пока этого паука не убьёт человек... Стра именно, имеется в виду. Ну, да. Пока этого паука не убьёт человек... Человек именно. Никуда живое существо дальше не уйдёт. То есть, такой инкарнационный принцип был заложен. Инкарнационная ловушка. Ловушка. Представь, сколько есть мест в природе, где может паук жить вообще миллионы лет, и не будучи незамеченным, нетронутым человеком. Сложно, конечно, представить. А дальше ещё берём социальную, христианскую диверсию, когда они людям говорят, а вы не убивайте пауков, отпускайте. То есть, это, представляешь, какой ужас. Вот, и человек уже, он уже готов, вот освобождение, вот, и человек его отпускает. Да он, если бы имел сознание, он бы проклял того человека всеми возможными прокляциями. Ну, и если бы ещё человек знал о том, как это всё работает, то он бы заслуживал этого прокляция. Ну, представляешь, миллионы раз можно там воплощаться, сидеть, лить паутину, жрать мух. Сидеть, лить паутину, жрать мух. Пока не захотеть вообще проклясть всю Вселенную и уничтожить её всё. Священнослужители спорили, думали о том, что там может появиться вообще какое-то такое, как уже есть падшие леги, которые хотят уничтожить Вселенную. Так, если тоже случится какой-то эволюционный скачок, и из пауков разовьётся разумная форма жизни, сто процентов они будут думать о уничтожении Вселенной. Ну, из-за такой ужасной жизни. Вот человек обжора, пожалуйста, хрюшкой можно там похрюкать пару жизней, назад вернуться. Можно в виде обезьяны сношать там кучу самок, и никаких социальных последствий, никто за элементами не придёт. Можно как дельфин плавать там, ещё что-то делать. Но все эти возможности есть. А у паука нету. Один раз попался, сиди. До скончания непонятно чего. И больше того, к примеру, если, ну, как я привёл пример с библиотекой, что там за стеллажом где-то может жить паук, которого столетиями никто не трогает. Ну, вернее, пауки там, наверное, всё-таки они будут как-то размножаться. Так вот, представим, что библиотеку забросят и закроют, и там у него не будет доступа к пище, не сможет сбежать, и он там и будет сидеть и сдохнет. Так вот, он останется призраком в форме паука. И будет призрак паука. Но он не сможет тоже из этой жизненной формы вырваться и пойти кем угодно. Да, это конечно. Пока он снова не воплотится пауком, и пока его кто-нибудь не убьёт. Представь себе, насколько Егова, вот как тот же самый тщедмах, она же самая аналогия с тщедмахом. Человеконенавистническая. Да, насколько глубоко и далеко уходят эти возможности для поведения таких же тщедмахов. Так вот, Егова этой всей заразы навёз, как органической, так и не только. И тут мы можем перейти к Мачатаке, это демоница чая. Тут мы можем перейти к разным другим товарищам, которых Егова навёз. Ну, например, один из их такого инсингента. Да нет, тут у меня слишком зловещие твари описаны. Ладно. В общем, короче, много привёз, заразы. И не в каждую можно вдаваться, потому что тоже все они пакостные. И демоница чая вот эта зловещая. И, соответственно, те другие формы жизни, которых он навёз, они так же вредоносные, так же зловещие. Например, с некоторыми кактусами была история, что там Егова с Раваной селекционировали демонов, замешанных изначально на крови грызощенец. Ну и много ещё зловещих историй. Потому что, когда Равана спустился на землю, и когда Равана захватил Ламку, естественно, на Равана, Морок, и вся эта Кампашка также активно экспериментировала и создавала и биологических, и тонкоматериальных вредителей. Не в больших, а, наверное, в космических масштабах. Ну, хоть да, в космических небольшое преувеличение, но всё равно в огромнейших, огромадных, огромедно, невероятно, громаднейших масштабах. К счастью, не всё прижилось. К счастью, сам Морок получил некоторые увечья, ввиду чего дальше не особо активно мог экспериментировать. Морок — это... дядя Равана. Дядя — духовный учитель Равана. По сути дела. А он откуда делся? С луны свалился. Ну, где? Вместо с князя тьмы? При чём здесь князь тьмы? Секунду, с Егова вместе перебывали? Ну, мы же помним историю. Егова своровал камень. У князя планеты Мигни. Да. Князь за ним погнался. Егова забрался в нашу Солнечную систему. Прятался между астероидами. Его подстрелили, потому что князь стрелял наугад. Ну, и соответственно, Егова доковылял до луны. На землю его не пустили, поскольку ну, это же зараза такая, зачем нам надо? А он что, должен был разрешение спрашивать? Конечно. У кого? Ну, князя. Ну, а если бы не спросил самостоятельно? Сбили бы. Сбили бы. Ну, конечно. Ну, вот он со своей командой выпал на луну, да? там застрял на какое-то время. С Раваной? Нет, Равана не было. Там просто потом они выбрали одну из особо качественных демониц, привели священнослужителя в день, когда нельзя отказываться, и она у него выпросила сперму. И так возник Равана и его братцы и сестра. Амурок там уже присутствовал, получается, или... Амурок экспериментировал над своим телом, чтобы как-то при модифиците лук земли. Там, на Луне или у себя? Сначала на Луне, потом он вступил в союз с одним из... фактически с князем Мадагаскара. Он убил весь его народ, кстати, потом, но не важно. он вступил с ним в союз и как бы получил юридическое право прилетать на землю. Ты не смотрел игру престолов. Совсем чуть-чуть, там, по-моему, там есть такой персонаж Питер Бейлиш. Мизинец. Что-то где-то откликается. Не смотрел, и ладно. В общем, короче, это к тому, что морок разными ухищрениями, то с одними, то с другими, то вроде с теми дружат, то с теми не дружат, то того травит, то этого подкупает. И к гиперборейским корейским князьям он не лез, но на периферии он со всеми уже смог установить такие вот всякие связи. Поэтому он нормально мог летать уже на землю, путешествовать по Европе, по Украине, как дипломатические гости его везде пускали. Это было какое время? Это было, соответственно, 8-9 тысяч лет назад. 8-9? Да. Это еще было получается до или вовремя, когда адамиты с ламки попали в Индию? Ну, как они могли попасть в Индию, если их еще не было на ламке? Ага, то есть это все делалось до этого? Морок? Я же объясняю. 6 тысяч лет, да? Я же объясняю. Получается, я же объясняю. Они на Луне поселились. Они пытались скатить на землю. Приплыли.